Здравствуйте! На ваших экранах программа «Культуризм» и я, ее ведущая, Ангелина Рязанцева. И мы вновь отправляемся в путешествие по культурному Курску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обнаженные тела или обнаженные чувства. Почти голые женщины, застывшие в причудливых позах на работах Елены Полупановой, подкупают своей откровенностью. Горячее сердце не спрячет за пестрой одеждой. Оно вырвется на холст, чтобы превратиться в картины, потрясающей своей экспрессией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему люди становятся художниками или поэтами? Они находят для себя форточку, в которой они могут дышать свежим воздухом и в которой они могут выдать то, что они думают. Вот ее творчество – это ее откровение. Неприкрытая страсть и в то же время упоительная слабость и хрупкость женской души. Лишая своих героиней одежды, Елена доходит до самой сути вещей. Обнажает настоящее, истинное, глубинное. Примерно год назад художница поделилась своими откровениями с посетителями галереи АЯ. Боя их принимают сразу. Там вполне к этому нормально относятся, а в другие выставочные залы. Им вход закрыт, потому что приходят дети смотреть. Ну и вообще, мне кажется, еще не все привыкли к такой живописи. Пусть они удивятся, пусть делают вид, что не видят тебя, но им ни за что не забыть. Их мысль заполнит твое тело, разденься. Стриптиз души – самое большое и смелое, что может подарить человек человеку. Оголенное сердце художницы пульсирует на холсте кроваво-красным цветом. Оно готово перед вами раскрыться во всей своей ноготе, если настроитесь на волну чувственности и откровенности. Когда пишу свою картину, я абсолютно не думаю, что там подумает зритель, что будет предполагать, что я это делаю для себя. А то, что он уже там будет какую-то себе историю придумывать – это уже его личное дело. То есть все мои работы я не делаю для того, чтобы как-то зрителю угодить, понравится, не понравится, я это делаю для себя. Кто эти девушки с ее холстов? Всего лишь призраки воображения, которые вдохновение вырвало из плена внутреннего мира художницы. Едва ли люди, скорее, очеловеченные эмоции. Все натурщики мои – это воображаемые люди. Как приходит образ, у меня нет такого определенного. Вот надо сесть и нарисовать, допустим, красную или зеленую картину. Я сажусь, там уже в процессе все идет. Картина – как оголенный нерв, обманчиво сжаты губы. Она исходит криком невербальным, растущим изнутри, с самого сердца. У многих героинь глаза закрыты. Зеркала души не для посторонних глядов. Опустив ресницы, девушки словно отдаются во власть другим органам чувств. Каждой клеточкой обнаженного тела, ощущая пространство картины. Почти голые не в том смысле, что разъедшие люди, а в том, что обнажена душа. Это очень интересно. Почему? Потому что обычно художники и простые люди стараются скрыть то, что у них внутри. Художник – это особо ранимый человек, как и Лена. Она чувствуется в ней такая художественная, тонкая душа, что она открывает себя и где-то раскрывается то, что таится в ней внутри, в своих работах. А вот еще одна серия картин. Творческая я художницы в буквальном смысле вырвалась на холст. Джаконда – девушка с жемчужной сережкой, автопортрет с отрезанным ухом и рождение Венеры. Она написала, вписала свое лицо в иконы, так сказать, известных произведений. Это тоже такой постмодернистский ход. Мне очень понравилось. То есть художник, он всегда ассоциирует себя, то есть пишет себя, видит во всем искусстве себя. То есть он всегда работает для себя. Вот такой посыл, очень интересный. А вот пейзажи на холстах Елены – редкое явление. Художница предпочитает бродить по просторам человеческой души. Только приглядитесь на картине «Заснеженные шапки гор», но это только на первый взгляд. Там изначально была задана тема, что зимние узоры. А как бы обнаженные фигуры там бы никак не прошли. Там, конечно, все равно одна проглядывается небольшая фигурка женщины в виде горы. Но это было не скрывало, чтобы они узнали. В этом интерес искусства такого неоднозначного у Лены, что оно многослойное, многозначное. Конечно, потому что оно находится на начале своего творческого пути, но имеет свою яркую индивидуальную портрет, свою индивидуальную, которую можно отличить. Это очень редкое качество, и считаю, что нужно его развивать. Как кошка с мышкой поиграть со зрителем, вызвать его на откровенность, заставить обнажить эмоции. Никогда нельзя знать наверняка, что видишь на ее картине. Красивую девушку или тайну человеческого сердца. Пейзажи с секретом, написанные Еленой Полупановой, сейчас находятся в выставочном зале «Звездный». Там расположилась экспозиция «Калейдоскоп», объединившая работы молодых курских художников. Давайте посмотрим, что их вдохновляет этой зимой. Поэтичное разноцветие горных пейзажей и графичность урбанистических. А еще молодые лица, много лиц на холстах и в зале. Калейдоскоп впечатлений и образов. Изначально мы планировали назвать ее «Зимние узоры», но потом мы решили, что за счет разнообразия представленных здесь техник, все-таки лучше сделать акцент на том, что это несочетаемые между собой какие-то форматы, техники, пейзажи, натюрморты, платик, все что угодно. Задумчивая девушка с экзотическими африканскими косичками растворяется в зимней заснеженной дымке. Однако на самом деле картина написана летом. И это не единственное противоречие в ней. Такая необычная композиция. Меня многие упрекают в том, что вообще это против правил композиции. Я, естественно, знаю об этом. То есть это не изолитанская ошибка, это такой преднамеренный шаг. Ну, не знаю, может быть, просто захотелось бы экспериментировать, а почему бы нет. У меня был первый опыт. Я сама как художник, и мне было интересно ощутить себя в роли модели. И вот как раз у меня тогда была такая необычная прическа, косички. А вот еще один творческий эксперимент в пластмассовой многобукве ночного города. Порой, чтобы подстегнуть вдохновение, нужно разломать не одну клавиатуру. Картина называется «Нулевые. Город ночь». Ну, нулевыми называется там 2001-й, 2002-й, ну, вы понимаете. Когда компьютеры, они стали неотъемлемым атрибутом каждого дома, офиса, любого здания. И мне было интересно попробовать выразить какой-то новый пейзаж современный, нетрадиционными средствами, чтобы эти средства были связаны именно с концепцией. Молодость в искусстве – это время быть смелым, уверен еще один участник выставки Олег Белоусов. Пусть вас не вводит заблуждение доминирование темных тонов. Творческая жизнь у художника полна ярких искорок. Я стараюсь постоянно пробовать что-то новое, не останавливаться. Даже если что-то не получается, это не страшно. Потому что даже в плохих работах, в ошибках можно находить положительные моменты, отталкиваясь от них, двигаться дальше. И тем самым расти. Иначе можно просто выработать какую-то манеру и остановиться в своем творчестве. Это очень-очень трагично. Некоторые ребята, вот как Олег Белоусов, они более смелые уходят в такой активный эксперимент, пробуют, что-то получается, что-то не получается. И это хорошо, потому что нужно, как бы, молодым много прощается. Вот. Все они разные абсолютно. Ну и вместе с тем каждый из них интересен по себе. Идут ли они в ногу с традициями или ищут иные дороги? Главное, уверены художники, не топтаться на месте, двигаться вперед к новым выставкам и впечатлениям. У ребят тут у всех есть свои сильные стороны, которые надо развивать. Я думаю, что если у них будет такая же жажда работать в дальнейшем, то они достигнут хороших результатов. А теперь давайте обратимся к картинам художников прошлого века. В нашей следующей рубрике «Гамбургские плотники» Федора Богородского. Они бродили по городам и весям, охотно брались за работу и всегда были не прочь повеселиться. Дорога странствий плутала, плутала по европейским государствам, а потом нежданно-негаданно завела гамбургских плотников в Курскую галерею. Однако холст, хранящийся в ее фондах, представляет собой только фрагмент картины Федора Богородского. Ее полная версия, изображающая четырех странствующих плотников, считается утерянной. Ясный взгляд голубых глаз и искренняя улыбка. Гамбургские плотники знают, как расположить к себе окружающих. Согласитесь, от картины Федора Богородского исходит просто сумасшедший позитив, а под слоем краски буквально пульсирует жизненная энергия. В этом художник похож на своих героев. Искусствовед Игорь Грабарь писал о Богородском. Его повышенный жизненный тонус отражается на всем, к чему он прилагает руку. Много лет тому назад, когда здание картины галереи было на Советской, и залов было гораздо больше, по-моему, даже дважды в городе Курске проходила персональная выставка Федора Богородского. И эта выставка, по сути дела, заполнила собой все пространство галереи. И жители нашего города тогда имели возможность познакомиться с творчеством художника, что называется, от начала и до конца его творческого пути. А начинался его творческий путь в Нижнем Новгороде. Сын адвоката, юрист по образованию, в свободное время Богородский выступал на эстраде и в цирке, пел, сочинял стихи и, конечно же, рисовал. И после целого ряда событий, характерных для многих художников, для многих биографий этого времени, да, мы помним, что Дейнека служил в Угрозовске, Богородский вообще, как сообщают многие сведения, служил в ВЧК в Нижнем Новгороде. Потом вот этот героический и странный период сменяется периодом получения другого образования. Он отправляется в Москву, чтобы стать художником. Учится в Авхутимасе, который затем был переименован в Авхутиин, и получает возможность уехать на несколько лет в Германию. Связи России и Германии в эту пору были очень сильны художественные связи. В конце 20-х, начале 30-х годов прошла выставка, такая ретроспективная выставка немецкой живописи, и многие советские художники увидели, что такое немецкий экспрессионизм начала 20-х, и этот опыт очень был интересен для Пименова и множества других живописцев, и для Богородского в том числе. Что дала Богородскому поездка в Германию? Если верить мнению Луначарского, то живописец вернулся в Советский Союз, так и не обогатив свой социальный и культурный опыт. Зато добился хороших результатов техники. Впрочем, судите сами, итогом заграничной поездки стала картина «Гамбургские плотники». Ее название очень часто передалось, как «Гамбургские плотники-коммунисты». Слово «коммунисты», очевидно, было необходимо для того, чтобы, так сказать, вот эту работу до выставок донести. На самом деле речь идет о такой корпорации, существующей со времен Средних веков, удалых кочевых мастеров. Если верить туристам, то плотники странствуют по Европе и по сей день. Их родина – Гамбург, где уже более восьми веков существует крупный морской порт. И в то время, когда корабли еще делали из дерева, для плотников здесь всегда находилась работа. Эта корпорация удалых молодых людей всегда отличалась совершенно особенным костюмом. Широкими, раскрешающимися сильно к низу брюками, коротенькими курточками с блестящими пуговицами. Обязательный элемент их костюма был, конечно же, была широкополая шляпа с высокой тульей. И у одного из героев картины на голове как раз такая – традиционная для плотников шляпа. А вот его товарищ Щегольский носит цилиндр. Еще один важный аксессуар – серьга в ухе. Это не только украшение, но и финансовый резерв на черный день. Ведь при кочевой жизни, как вы понимаете, нет никакой уверенности в том, что завтра тебя ждет горячий обед. Перед нами отчаянные, веселые, очень удалые персонажи, чья физиогномическая характеристика, в общем, и позволяет заблуждаться относительно их характера. Но самое замечательное и самое примечательное в этой работе, конечно же, вот та свободная экспрессивная манера письма, которая может быть объяснена и личным темпераментом художника, и тем опытом, который он получил от знакомства с немецкой живописью того же времени. А ведь гамбургские плотники появились в конце 20-х годов, когда в искусстве господствовал соцреализм. Казалось бы, художники должны воспевать советскую действительность и верить в счастливое коммунистическое будущее. Однако творческий интерес для Богородского представляли отнюдь не идейные герои. Темой искусства Богородского в 20-е годы были беспризорники, матросская братва, которая наполнила и заполнила собой многие российские города, в конце концов, даже социальное дно. Яркий тому пример – картина девка, то есть попросту женщина легкого поведения. Ее слегка косящий, подернутый алкогольный дымкой взгляд не оставляет никаких сомнений. Художник в поисках истины добрался до самого дна советской действительности. Охуши Таана, голодранцы и аристократы, Дон Жоан или каменный гость и сотни других спектаклей Виктора Зорькина курский зритель знает и любит. В нашей следующей рубрике актер расскажет, почему он любит русский север и как заслужил медаль за воинскую доблесть. Добрый вечер, мистеру Ильи Ах, как виноват. Это зашел управляющий. Вам большой привет от моей жены. Весьма тронут ей громадный привет. 35 лет вы служите в Курском драматическом театре и каждый сезон радуете зрителей яркими образами, запоминающимися персонажами. Но, насколько я знаю, ваша актерская карьера началась не в Курске, а в Оренбурге. Это правда, что ваша первая роль – Баба Яга? Да, это правда. Ну, Баба Яга – это была нетрадиционная. Я спускался с колосников на каких-то тросах, танцевал танго с Иванушкой, дурачком. Значит, вообще здорово было. Мне нравилось. Но меня всегда убивала вот эта вот отдаленность от России. Все-таки Урал. Может, поэтому я оттуда уехал. Для меня Черноземье, Воронеж, Курск, Горьер, я не знаю, для меня это все. Я не могу, вот это ощущение отдаленности. Тем более, у меня родители были военные. Родился я в Новосибирске. Потом пять лет Ашаббат. Потом четыре года Чукотка. То есть мы столько намотались с родителями. И мама офицер, и отец офицер. И вот для меня эти переезды, эти отдаленные точки выше крыши. Ну, зато сколько впечатлений получили за эти поездки? Да, впечатлений много. Ну, например, мне до сих пор… Ну, в Ашаббат я не хочу ехать в Туркмению. А вот на Чукотку бы, где мое такое сознательное детство прошло, я бы с удовольствием съездил. Потому что я помню, ложись в тундре на травку. Слева голубик, справа голубик. Пошел на огоньную речку, из-под камня форель поймал. Ну, как-то так вот мы камушек, крючок подкладываешь, поднял, раз, форель у тебя в руках. Ну, то есть это, конечно, обалденное ощущение севера. И в севере есть своя прелесть какая-то. Это тундра. И я вспоминаю собачьи упряжки, олени упряжки, на которых ездили мы. Это здорово. А вот то, что вы воспитывались в военной семье, это как-то отразилось на вашем характере? Ну, мне мама рассказывала, я уже не понял, что, бадик говорит, ты приходил в воинскую часть, встать, лечь, встать, лечь, оттяг, смирно. Я вот броншировал вместе с солдатами. Ну, романтика в этом есть какая-то, конечно, да. Но чтобы отразилось на моей дальнейшей судьбе, я сомневаюсь. В 1970 году вы получили медаль за военную доблесть. Расскажите, при каких обстоятельствах это произошло? Она не за военную, за воинскую доблесть, так называется эта медаль. Ну, расскажу. Во-первых, я закончил школу сержантов. Это город Ковров, Владимирская область, да. С отличием, мне дали три лычки, то есть не младший сержант, а сержант. Вот, и когда я попал служить, а служил я в Москве, в Сокольниках, там первая полсвязи, и нас как-то направили на учение. Даже не учение, они назывались, войске маневры Двина. И нас посылает ночь, метель, сугробы по колено, 25 километров проложить в таком-то направлении связь. Катушка 250 метров, катушка весит 65 килограмм. То есть санок вот раскручивали, едет генерал-майор. Всем медали дам, пройдите связь до утра. И мы где-то к 8 утра, где-то с 8 вечера протянули эту связь, вот эти вот, посчитать, сколько катушек на 25 километров надо было. Вот. Поставили свой телефон ТАИ-43. ТАИ-43 – это образца 43-го года. И смотрим, наш телефон пододвигает туда-туда. Ставят правительственный, с гербом. Я увидел тогда Баграмян еще живой был, маршал Баграмян. Там что-то, мать честная. Думаю, куда там наши, это так все, это, ну, учение есть учение. И нам дали, всем медали, кто участвовал в этих маневрах. Очень я очень люблю, когда что интересно рассказывают. И по Травильу, по-принцам, тоже интересно. Вот. Вот. Ну, ну, утренния и полки. Свою поле, наверное. Да я, по сравнению, уж плохо и порно. Прежде хорошо рассказывал, как и ты про им правильнее. Теперь забыл я о бочке 20 лет. Чистый отстанк. Тармейские впечатления как-то отразились на вашей роли в спектакле «Правда, хорошо, а счастье лучше»? Конечно. В институте театральном существует такое, ну, это не предмет, ну, во всяком случае, направление одной из актерского мастерства – наблюдение. Мы ездили по гору, наблюдали людей, их поведение, как они, руками работают, все прочее, походкой. И это все приготавливает. И поэтому, когда, допустим, даже сейчас, ну, я иду просто в нормальный магазин какой-то, но все равно я наблюдаю людей. Это уже непроизвольное происходит. И когда я вижу, думаю, о, классная походка, тут надо где-то использовать, и это надо использовать. И потом, когда я играл «Правда, хорошо, а счастье лучше» вот эту роль, мне было интересно, какая у него поход, как он ходит, где он там, ну, грим, сложный грим, конечно. Мне нравится эта роль, я вообще люблю роли остро-характерные, необычные, потому что в самих себя играть – это в кино. Когда вы снимали сейчас сериали «В деревне генералов», я начинаю что-то там играть, мне Рюшер говорит, нет, нет, это не театр. Я говорю, в смысле? Ну, говорит, будьте какой вы жизни, но в театре интереснее, чем в кино, намного. Во-первых, живой зритель, живая реакция. В кино, что такое кино? А вообще много нужно времени, чтобы отойти от спектакля, вот, прийти в чувства? Мы ее назовем «отходняк». Нехоро слово, да? Ну, во всяком случае, отходняк он есть, отходняк есть, такие роли, да. Вот, знаете, в основном это роли такие психологические, не просто хохмовая комедия, да, хи-хи-ха-ха. От них отходить очень легко. А вот когда я очень психологическую роль, да, конечно, ты выходишь такой весь расслабленный, думаешь, что? А я был одним человеком, сейчас я другой человек. Вот, мне кажется, вот эта психика, все-таки у актеров немножко нарушена психика, я так считаю. Потому что, ну, представьте, за неделю сыграть трех разных людей. Если актер настоящий, хороший актер, он прикладывает все, он дает свое сердце, свои нервы, свою душу вкладывает в роль. Может, поэтому и хоронили раньше актеров за оградами. Их не хоронили на кладбище, за оградой кладбища, потому что считался это грешная профессия. И вот грех, а почему я, я очень часто думал об этом, а почему грех-то? В чем? То, что человек проживает другие жизни, разве это грех? Но если человек несет радость людям, я думаю, это не грех. Я до сих пор не могу определить, почему вот хоронили за оградой актеров, не могу понять. Это, мне кажется, несправедливо. Я когда слышу, что кто-то внезапно помер, только радуется. Внезапно скончался сеньор Чича аптекой, очень хорошо. Скорпостижно помер, сеньор Паскалин, трактирщик, отлично. А если бы вы их кровь пустили, до сих пор бы бегали, хорошо, что нам такая смерть не грозит. Да, да, конечно, нам такая смерть не грозит, потому что мы все умрем от голода. Мне не себя жалко, мне жалко нашу дочку, вашу бедную малышку. Вы не только актер, но еще и поэт. А вот скажите, эти две творческие стези как-то переплетаются? Я не считаю себя поэтом, честно, врать не буду. Что такое поэзия вообще? Это настроение. Я пишу, когда у меня плохое настроение, или хорошее, да, вот в душу что-то вошло, и я написал. Много стихотворения скопилось, и как мог. У меня есть посвящение нашим актерам, есть эпиграммы, да, есть любовная лирика, военная поэзия есть, да. Но печататься категорически не хотите? Мне предлагают давно напечатать сборник и выпустить. Ну, вообще-то толстых был бы, стихов много. Но, вы знаете, напечатать сборник лишь для того, чтобы знать, а вот он поэт, и этого я не хочу. Лучше пусть они лежат у меня дома, там отстаиваются, пусть они живут вот в этих бумагах, рукописной. Мне это больше нравится. А может, прочтете нам что-то из своих стихотворений? Вот то, что сейчас на память, потому что я никогда не вспоминаю. Я пишу сразу сходу, да, и никогда не вспоминаю. Ну, могу одно почитать. Я не люблю, когда женщина плачет. От буль и обид, обжигающих слов, от сплетен, змеиных, шипящих и вкрадчивых, и от обмана несбывшихся снов. Я не люблю, когда женщины плачут. И больше сияния улыбок к лесу от чувств материнских, от любви нерастраченной. Об этих улыбках я Бога молю. Очень мужское это стихотворение. Спасибо вам за беседу. Очень интересно было познакомиться с вами поближе. Вот и закончена. Картина готова. А я боялся, что у меня хуже Рафаэля получится. Да что вы там? А оказывается, лучше его вышло. И давно не лучше. Ах, какая прелесть! Ах, как похожи! Прямо как живые! На этом наше путешествие по культурному Курску подходит к концу. До встречи на телеканале СЕИМ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok